Приветствую вас. Объективно, мужчина ваш понимает, что то, что он делает, как он себя ведет с вами, не совсем нормально. Объективно, мужчина отдает себя счет в том, что его поведение, ну, скажем так, не вписывается в рамки любящего человека. Другое дело, что для него, видимо, подобная позиция, подобное поведение не является чем-то таким, что по его мнению вас, например, оскорбляло бы или задевало, или что-то в этом роде. И, понимаете, в основном здесь такой, что если мужчина взрослый, а он уже взрослый, ему 33 года, то у него, получается, есть свои устоявшиеся ценности, свои устоявшиеся взгляды на жизнь, на ситуацию в целом. И, понимаете, вот в этой ситуации, в ситуации, когда у человека есть свои взгляды и свои ценности, вы либо принимаете их, эти ценности взгляды, либо нет, потому что молодой человек ваш, он как бы действует так, как ему, скажем, комфортно, как ему удобно. Молодой человек действует так, как ему нравится. А вы, получается, действуете в ущерб себе. И из-за этого происходит такая ситуация, что вы чувствуете, что жертвуете с собой. И молодой человек чувствует, что вы как бы не разделяете его взгляды, не разделяете его ценности, как бы давите на него. И отсюда возникает проблема. Она заключается в том, эта проблема, что у вас есть разница в взглядах. Разница во взглядах на то, как должны строиться отношения. Может быть, разница во взглядах на любовь. Может быть, разница во взглядах на какие-то ценности. Разница в восприятии друг друга. Понимаете? И в этом контексте, в этом контексте, вам нужно свою позицию до мужчины дневски. Один раз. Чтобы он ее услышал, эту позицию. Чтобы он ее принял, эту позицию. То есть понял, что вы вот этой позиции держитесь, и вы ее как бы не собираетесь ее менять. Нужно, чтобы мужчина вот это все для себя осознал. А после вам, именно вам, нужно говорить ему, именно ему следующее. Что вы понимаете его. Вы понимаете, что вот у него такой образ жизни, что он вот так вот, вот так у него сложилось, ага, такие у него вот предпочтения, да, такой у него образ жизни. Вы менять человека не хотите. Это не было бы правильно, менять человека. Но, вы имеете полное право сказать ему о том, что вас оскорбляет, например, подобное отношение. Что вас оно задевает, что вам оно не нравится, что вам оно неприятно, что вы считаете, что отношения должны быть другими. И вы в этот момент как бы разговариваете не с молодым человеком, не ему вы пытаетесь там доказать что-то, что вот ваша позиция является верной там и так далее. Вы не ему пытаетесь что-то доказать, потому что вы говорите, это ненормально, но понятие нормы у каждого своя. И если это ненормально для вас, то это нормально для него, ну и так далее. То есть, метод заключается в следующем, что вы доносите до человека свои предпочтения, вот так, как они есть у вас. Это именно ваши предпочтения относительно того, какими должны быть отношения, как они должны выстраиваться и так далее. И в данном аспекте вы говорите, что я тебе ни к чему не принуждаю, я от тебя не требую ничего, я понимаю, что ты вот такой, какой ты есть. Но я сама не собираюсь, например, мириться с тем, что ты, например, там спишь с большим количеством девочек. И дело здесь не в том, что ты мне не нравишься, дело не в том, что я хочу тебя поменять, а дело в том, что для меня подобные вещи, для меня подобное отношение неприемлемо. Я не хочу так. И все. И после этого вы говорите мужчине, что, например, даете ему там, скажем, может быть, неделю на то, чтобы определиться. Определиться относительно того, чего он хочет от вас. Чего он хочет от отношений с вами. И если за неделю он, например, не перестанет вести себя так, как вас не устраивает. Если он за эту неделю сможет поменять свое отношение к вам, если он действительно поменяется, то значит, вы можете построить с ним такие отношения, которые устраивали бы вас обоих. Ну, а если за эту неделю, например, человек не поменяется и оставит все, как есть, ну, в таком случае вам стоит понять, что человек не настолько сильно вами дорожит, чтобы ради вас меняться. И тогда вы либо принимаете его позиции, либо вы принимаете его вот таким поведением и принимаете ту точку зрения, согласно которой. Он, например, он, например, просто с ними спит и не более того, то есть, ну, что спит он с ними, но любит он вас, например, либо вы от него уходите. Если штует еще тот вариант, который предложил мой коллега, но я думаю, что этот вариант не является в данном случае работоспособным, потому что если бы мужчина понимал, что вот его поведение ненормальное, он бы на самом деле сам бы уже давно пришел к тому выводу, чтобы обратиться к психологу. Ну, если он этого не сделал, если он позволяет себе спать с другими, но при этом он вроде как любит вас, то я полагаю, что это его установка, и он считает, что это нормально. Ну, соответственно, ему нужна другая девушка, которая, наверное, это принимала бы. Вы, если не готовы это принимать, показываете ему, что вы готовы от него отстраниться вплоть до разрыва отношений. И может быть разрыв с вами, если он действительно вас любит, может быть разрыв с вами откроет ему глаза на эту ситуацию, и мужчина поймет для себя что-то, и перестанет так себя вести, и, по крайней мере, следующая его девушка, другая девушка будет уже для него единственной. Чтобы человек в себе что-то поменял, нужно, чтобы он вышел из зоны комфорта. Пока его все устраивает, грубо говоря, пока у него есть вы, и пока у него есть остальные девушки, он меняться не будет. Нет для этого стимула. Чтобы появился стимул, нужно его лишить того, что он получает от этой ситуации в целом. И вы можете лишить его того, что он получает от вас. Вашего общества, вашего внимания, ваших отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!